Работа учреждений культуры, вопросы сохранения и реставрации объектов культурного наследия, развития художественного искусства в Тверской области. Эти и другие темы обсудили участники Координационного совета в областном правительстве. Тему продолжит Наталья Чекет. Тверская область является частью великой истории Центральной России, которую необходимо сберечь для наших последующих поколений. Об этом говорили в начале совещания участники Координационного совета. В вручении президента Российской Федерации мы сейчас формируем культурный паск, в зависимости от города Твери, куда мы планируем, что должны принять наши императорские музеи, дом и церкви, исторический мост, старый через Волгу. Мы полагаем, что это должно быть такое пространство, где могут подсказаться открытия. Это открытые панельные предприятия, в том числе, это два здания, которые сейчас у нас рекомендуется в музее. Это наш известный панельный портал. В регионе стараются создать как можно больше площадок для поддержки начинающих творцов. Один из вариантов сотрудничества с художественными вузами столицы, которые могут участвовать в поддержке и помощи с музейным хранением, а также реставрации объектов культуры. Еще одно направление – организация для молодых художников и студентов летних планеров. Это было бы очень интересно как и для них, так и для области, потому что потом в дальнейшем это будет возможность организовать выставки передвижные, которые могли бы тоже выставляться на разных площадках и иметь большое значение. Внимание уделяют и музейному делу. Говорили о создании музейных кластеров на территории Верхней Волжи. Они включаются в систему школьного образования, дополняя уже существующие. В кластер, по идее, должны входить разнонаправленные музеи. Например, гуманитарные, технические, исторические, культурологические и какие-то специальные, которые показывают там какую-то особенность. Поэтому Тверь богата и событиями, и людьми, и чем угодно, и производствами. Поэтому здесь можно создавать много, а все зависит от конкретного места. В состав совета входят выдающиеся деятели искусств, художники, архитекторы, литераторы, музыканты. Все, кто готов работать на благо сохранения богатого исторического наследия Тверской земли. И это тоже поддержание прежней традиции, которая в Тверской земле была. Скажем, в начале 20 века очень интересно работала Тверская ученая архивная комиссия. И на ее заседание приглашались столичные академики. Шахматов, Соболевский. Это слияние сейчас в начале 21 века даст очень мощный такой синергетический эффект. На заседании речь шла также о развитии музейных пространств Тверской области. В частности, подтверждены планы по открытию музея живописи Валентины Сидорова на теплой земле.